Бывший глава СНБ Артур Вани Цэян счел абсурдом заявлений члена группировки САСНО Свервооружана Аветисяна, который заявил на суде, что Артуру Вани Цэяну многое известно об обстоятельствах гибели полицейского Юрия Топоносина. Юрий Топоносин был одним из трех полицейских, погибших в ходе захвата полка ППС в Ереване в июле 2016 года. Его убили 30 июля, буквально за день до того, как 31 июля группировка САСНО Свер сложила оружие и сдалась. Захват полка ППС и последовавшие за этим две недели, наверное, принадлежат к самым трагическим и таинственным страницам в истории Армении. Неясно, кто и что знает об этих событиях. Хотя есть люди, которым многое об этом известно, ведь общественности видна только малая вершина айсберга. Вчера на судебном заседании члены группировки САСНО Свер заявили, что пошли на этот шаг во имя государства, для предотвращения новой договорной войны, и если понадобится, то они сделают это еще раз. Нет сомнений в том, что члены группировки действовали во имя государства. Вопрос в том, что выиграла от этого государства и что потеряла, потому что власть, против которой они предприняли этот шаг, судя по всему, ничего не потеряла, а тезис о том, что захват полка ослабил власть и подготовил почву для будущей революции, крайне гипотетичный, скорее является попыткой уместиться в поезде революции. Потому что имевшая место спустя два года революции была антагонистична подходу САСНО Свер только с оружием в руках. Что касается предотвращения договорной войны, то, возможно, были источники, которые заверяли, что такой шаг готовится, кто-то собирается сдавать земли и прочее. Стоит напомнить, что до трехсторонней встречи в Санкт-Петербурге Саркисян Путин Алиев в ряде российских и азербайджанских СМИ стала муссироваться информацией о том, что в Петербурге Сержу Саркисяну будет предложено сдать хотя бы один-два района, и он согласился. Но если бросить критический взгляд на дальнейший ход событий, вряд ли можно полагать, что после апрельской войны кто-то мог счесть реальной договорной войны или территориальной уступки. Стоило ли для предотвращения этого устраивать захват ППС? Ведь сдачу земли надолго предотвратило сопротивление во время апрельской войны. В Санкт-Петербурге решалась только одна задача — нивелировать венскую повестку, которая была неприемлема для Баку и Москвы, поскольку Россия могла при этом утерять доминирующие позиции. К венской повестке США принуждали Азербайджан сразу после апрельской войны, в мае. Это предполагало признание нынешней арцахско-азербайджанской границы и международную ответственность за нарушение перемирия, или, как говорит Баку, признание статус-кво. После захвата полка ППС в июле власти Армении оказались в сложном положении, пытаясь предотвратить кровопролитие в стране. Им грубо напомнили об отсутствии легитимности, лишив возможности настаивать на венской повестке. Не случайно после этого не состоялась намечавшаяся третья встреча с Аркисян Алиев, по инициативе Парижа, который настаивал на венской повестке. Следующая встреча состоялась только спустя полтора года, и совсем с другой повесткой. Захват полка ППС имел для Армении обратный эффект и стал причиной трагедии. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтоб не пропустили новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok